для нашего следующего набора нам потребуются вот такие цвета это мягкий айсинг вместе с софтом белый зеленый желтый и такой черный темно-коричневый и классический корнет базовая глазурь который мы будем делать контур контур для удобства сделаю сразу на всех пряниках а заливаем как будто чуть-чуть не доливаем чтобы это было не сильно объемно и и в все тонкие элементы аккуратно но мягким корнетом сейчас у меня работа по мокрому у нас сегодня пряник в двойной технике потому что я делаю и по мокрому и уже будет узор точнее дополнение когда у нас пряник подсохнет пока айсинг не застыл шпажкой контролирую какие-то элементы вытягиваю при необходимости делаю более острые кончики вот это просто заготовка и отправляем на сушиться и так делаем с разными пряниками будем делать разные рисунки на каждом из пряников заливку сделали потрясли чуть-чуть можно поставить точки и хвостики уже вывести чуть позже когда у вас айсинг капнул тут можно его вот так убрать выводим хвостики здесь я рисую только шпажкой или только шилом чем-то острым не рисуем карнетом не наносим вот эти тоненькие линии карнетом потому что носик у карнета очень толстый и даже при всем желании если вы захотите сделать его тоненьким рисунок то он у вас просто не выйдет это тоже заготовка как будто чуть-чуть не доливаем было два целых один уже сдутый но и сделаем один целый шпажкой прорисовываем плодоножку или цветоложа по-разному называют и тут тоже ставим черные точки они у нас будут как будто семечки от одуванчика вот это заготовка мы обязательно должны сделать красивый бордюр можно сделать каплями удачу Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я снова беру корнет, базовую глазурь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Прямо толстую линию класть из айсинга. Продолжение следует... 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 присыпать сахаром лучше вот присыпать немножечко прижать и подождать пусть она лежит то есть с этим пряничком мы практически закончили и теперь я делаю все то же самое с другими пряниками это классный эффект прянички такие очень легкие очень летние воздушные хоть мы сейчас делаем немножко не в сезонах но я думаю что такой такую технику такой декор вы можете взять себе на вооружение ну мало ли да видно что я ставлю снова очень разрозненно вот эти точки но делаем их в кружок полностью заполнять головку этот шарик айсингом не нужно потому что сахар имеет довольно плотную текстуру и у нас не будет видно вот эта вот серединка которую мы выделили снова сделали этот пряник в сторону этот укладываю сыпем сыпем слегка прижимаем снова пусть стоит с этим пряником интереснее потому что у нас здесь вот эти лучики которые мы должны обозначить улетевшие то есть вот эти вот зонтики которые летают я правда не знаю как они правильно называются мы делаем вот так вот лучиками как маленькое деревце и теперь по очереди снимаю тут тоже лишнее есть но сейчас пока не трогаем пока не приклеился тот сахар который самый ближайший к пряничку просто убрали сахар лишний аналогично смотрите как классно знаете какие воздушные прянички и тут тоже да вот они у нас улетели ждем немножко времени убираем все кисточкой лишнее ну и соответственно устроим нашим пряником фотосессии подсохли я беру широкую такую кисточку и вот смотрите убираем лишний сахар он у нас есть и не бойтесь что он откалывается потому что тот айсинг который мы нанесли но вы видели он достаточно точечный его мало без фанатизма просто слегка убираем лишний сахар если вы видите что ну вот так постарались убрали много вы просто можете на пустое место вот видите здесь убрала раньше времени на пустое место просто нанести айсинг и снова засыпать сахар в общем довольно все просто сирка все вот такой интересный летний набор у нас получился вот так вот Продолжение следует...